Итак, дамы и господа, здравствуйте! Приветствую вас на нашем вебинаре по выбору подходящей стратегии по Форекс. Онлайн у нас уже 900 человек, 901. Подтягивается народ потихоньку. Те, кто опоздал, но очень хотел прийти, так сказать. Вот. И мы начинаем. Так, хотелось бы начать с того, что, в принципе, все стратегии важны, все стратегии нужны. Почему? Потому что все мы разные люди. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. И даже так, что какая-то стратегия вы нашли, да, в интернете, пишут, что люди там, причем простые люди, не продают какой-то, не какой-то там лохотрон, да, а на форуме, допустим, да, и люди обсуждают, что, о, здорово, там, заработал, там, классные сделки, классная система. Вроде бы все хорошо, а вы ее в терминал устанавливаете, изучаете правила, вроде бы все делаете правильно, но одни убытки. Вот. И в результате, ну, максимум, что вы можете сделать, написать, что там, кто выложил стратегию, козел. А вот, ну, на этом все. Причем для других эта стратегия будет работать, а для вас нет. Это вполне нормально, здесь нет никакой магии. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Итак, существуют разные типы трейдинга. А именно, интродей, то есть торговля на три дня, причем торговля на три дня на часовых таймфреймах, там, 15 до H1, где-то так. Когда мы стараемся взять какую-то адекватную сделку, открывать адекватные сделки, то есть не нацеливаться на какие-то 1-2 пункта прибыли, а нормальные цели. Там, 15, 20, 30 пунктов и так далее. А вот, это стратегии для торговли на три дня. Очень и очень популярные среди новичков, хотя новичкам их использовать по-хорошему не стоит. Почему? Потому что это намного сложнее, чем торговать на тех же дневных кратках. Но у них есть иллюзия, что у интродей они заработают намного больше. Но об этом поговорим, опять же, позднее. У кого там нету звука? Звук есть, народ. Звук есть. Слава богу. У кого нету, обновляйте страницу. Итак, это что касается интродей. Всегда интродейщиков было много. Здесь, чтобы я не говорил, чтобы не писал, что торгуйте там на более высоких таймфреймах, это бесполезно. Всегда все будут ломиться в интродей. Почему? Потому что просто интереснее. Человек любит, чтобы что-то двигалось, чтобы было весело, интересно. Даже вот какой-то сериал, если там серия динамичная, да, там что-то происходит, там погони, стреляют, кого-то убивают и так далее, то все рады, рейтинги у серии растут. А если серия какая-то вялая, где там плачутся, разговаривают занудно, то, соответственно, рейтинги маленькие. Вот, то есть народ любит движуху, чтобы скакала, прыгала туда-сюда. А это именно интродей. Следующий тип трейдинга – это скальпинг. Скальпинг, причем многие не понимают, не до конца понимают, что такое скальпинг. Скальпинг – это именно копеечные прибыли, копеечные сделки. То есть берется прибыль именно буквально в старых пунктах 1, 3, 5. То есть меньше 10 пунктов в среднем. Такие сделки, такой тип трейдинга наиболее опасен, наиболее сложен, но в него опять же ломятся новички. Только увидят прибыль, сразу закрывают сделку. Пошел рынок против них, сделку не закрывают. Ну, это стандартно. Это разве не пипсовка? Это и пипсовка. Ну, пипсовка как бы нету такого, скажем так, официального названия. Это более народное такое прозвище. Ну, по сути, это скальпинг. Многие называют скальпингом интродей, но это не совсем правильно. Скальпинг — это именно вот как тут пишут пипсовка в народе. То есть копеечные прибыли до 10 пунктов. До 10 старых пунктов. Еще одна. А спамеры у нас удаляются, у нас сидит модератор, удаляет. Не бойтесь. Ну, и я могу удалить вот кто-то, скинул рекламу. Без проблем. Итак, по сложности. Скальпинг — это самое сложное. Самый сложный тип трейдинга. Интродей на втором месте по сложности. Далее идет по сложности чуть менее сложной, чем интродей скальпинг. Намного менее сложный, я бы даже сказал. Это свинг трейдинг. Свинк трейдинг — это работа от H1 до H4 и вплоть до дневных графиков, таймфреймы. Причем сделки держатся, ну, если это H1, то, конечно, в пределах суток чаще всего. Могут держаться несколько дней. То есть торгуются свинги. А именно от одного локального максимума минимума до следующего. Ну, примерно. Естественно, нельзя же войти, понятное дело, точно на вершине, точно на дне. Но торгуются свинги именно от одного локального максимума до другого, когда есть сигналы, соответственно. Далее идет более легкий тип трейдинга, чем свинг, чем скальпинг, чем интродей, на который по-правильному и стоит обращать внимание новичкам. Но для них это как пустой звук. Вот. Это дневные графики. Троговать на дневных графиках намного легче, спокойнее, скажем так, безопаснее, если можно так выразиться. Не нужно сидеть перед монитором часами, не нужно тратить какое-то огромное количество времени, меньше стресса намного и в пунктах очень сильные движения, можно поймать. Вот. Просадка. Я вам сейчас поговорю об этом. Вот. Я сам торгую на дневных графиках. Я не сижу там что-то на минутных графиках или как у нас любят еще. Да, самый экстремал это торговля на тиковых графиках. Так, вот это самый экстремал. Это уже крайняя степень молчания. Так, что-то тут пишут, бред какой-то в чате. Так. На тиковых графиках это самый такой последний этап, когда человек обычно, он попробовал на H1. Нет, вначале человек попробовал на H4. Что-то невесело, неинтересно, незадорно. Перешел на M15. Да, нормально, но все равно долго. Перешел на M1. Вот уже повеселее. Проигрался чуть опять. Переходит на тиковые графики. И вот тут начинается. Быстрый-быстрый слив. Вот. И после этого человек кидает мышки в стену. Кричит, что ворок лохотрон. Там, Павел Козел или кто-нибудь еще, неважно. И все это развод. Тиковые графики это самый такой крайний степень, крайняя степень деградации, скажем так. А вот. На тиковых графиках есть торговцы. Ну, я ни разу не слышал, чтобы кто-то был каким-то продолжительным прибыльным. Ну, может быть, где-то в каких-то фондах там есть какие-то спецсы, но возможно. Все может быть жизнью. Итак. То есть, дневные графики из... Если говорить по степени сложности, наиболее такой легкий, наиболее доступный, безопасный метод торговли. На дневных графиках, как правило, торгуются тоже, в принципе, свинги, но по-разному. Так как есть множество стратегий. Следующий тип трейдинга – это инвесторы. Очень сложный. Я так торговать не могу, скажу сразу. Инвесторы – это те, кто покупает или продает пару и держит ее, ловит сигнал какого-то глобального большого тренда и держит позицию, может держать ее полгода, год. При этом еще и зарабатывает на спреде, если соответствующее направление выбрано. Вот. То есть он вкладывается в пару, именно как инвестор вкладывается в акцию. Но при этом, может быть, позиция как шартовая, так и лонговая. Разницы особо нет. Вот. Человек открывает позицию и держит ее очень и очень долго, рассчитывая именно на длинный-длинный тренд. Так, вот опять у нас пишут какие-то проблемы со звуком. У кого нету звука, перезагрузите страницу. Пойдем. Итак, мы остановились на типе инвестирования, на типе трейдинга, торговать как инвестор. То есть закрывать позицию и держать ее очень и очень долго. Мне раз прислали, прислал человек, я не буду говорить, кто. У нас часто в чате бывает на форуме сделку, которую держат там год по иене, по фонту иене. Я был в шоке. Я бы так не выдержал. Так, кто-то спрашивает, какой-то Николай Гармалык. Господи. Как можно человека с таким именем и фамилией что-то пытаться купить. Так, и следующий тип. На инвесторах торгуют инвесторы, торгуют, как правило, на недельных графиках. Потому что на месячных, я, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы кто-то торговал. Их используют для анализа, но для именно торговли это максимум, максимум самое большое, недельные графики. Так, и следующий тип трейдинга. Это советники. Это советники. То есть торговля роботами. Автоматическая торговля. Здесь очень сильно отличается типаж трейдера, который торгует исключительно советниками, от типажа трейдера, который торгует вручную. Почему? Потому что здесь абсолютно другой подход. Здесь автоматизация. И человек просто по-другому работает в предоставлении о Форексе. Абсолютно. Это о типах трейдинга. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать выбор. Выбрать, к какому типу вы относитесь к трейдерам. И, соответственно, уже смотреть стратегии в соответствии с вашим типом. Итак, как же выбрать подходящую стратегию? Подходящую именно для вас. Так, что-то у меня презентация зависла. Секунду. Итак, для того, чтобы определиться со стратегией, вам прежде всего стоит ответить на вопросы. Лучше всего, чтобы вы сейчас взяли какую-то листочек и ручку и прямо сейчас для себя это выписали. То есть, те, кому это действительно интересно, а не кто пришел на вебинар, чтобы прорекламировать лохотроны. Итак, первый вопрос, на который вы должны ответить для себя. Сколько времени вы готовы выделить на трейдинг? Сколько это? 10 минут в день? Час? Два? Хоть восемь? Для тех, кто... Хоть 24 часа кто-то пишет. Для тех, кому нечем заняться, у которых всегда есть деньги, которые смешно одеваются. От себя скажу, что торговля на дневных графиках занимает около 15 минут в день. Торговля на... Здесь кто-то пишет всю жизнь. Нет, я имею в виду в день. На дневных графиках минут 15 в день. На H4 это примерно в целом где-то около 40 минут в день. Потому что проверять нужно каждые 4 часа, не каждый час. На часовых графиках, соответственно, дольше, около часа с копейками в день суммарно. На M15, если вы торгуете, то это, как правило, начало лондонской сессии, лондонская сессия и начало американская. То есть часов 6 хотя бы. Примерно. Желательно. А вот. Это по времени. Для себя это... Вы пишите. Естественно, зависит от количества пар, но не сильно. Ну, если вы торгуете на M1 по всем парам, то измените. Итак, сколько вы хотите зарабатывать в месяц? В процентах? Следующий вопрос, на который вы должны ответить. Вы можете не писать это в чат. Это вы пишите для себя. Мне то, что вы там хотите 100500 процентов абсолютно все равно. Да. Причем напишите адекватную цифру, не 100 миллионов, миллиардов. Вот. У кого-то нулей там не хватает сообщения. А адекватную цифру. То есть до 100 процентов. От чего? От депо. От чего вы еще можете процент написать? 30к в месяц вообще нормально. Нет, в процентах. Понятно, что если торговать на миллион долларов, то вы за секунду закроете позицию, вот уже у вас плюс-минус 10 тысяч, грубо говоря. Здесь можно писать, почему до 100 процентов, потому что, если вы, скажем, будете торговать советниками с использованием Мартингейла, то в сочетании вполне можно такую цифру получить в хорошие периоды. Итак, вы это записываете для себя, опять же, у 40-30 процентов в месяц. Там вообще-то речь пошла в год. Ну да ладно. Не важно. Вот. 30 процентов это как бы стандарт, если смотря какой тип торговли, опять же. Если вы торгуете вручную, с адекватными рисками, то это завышенные ожидания. Сильно завышенные. Адекватный доход это вот, ну смотря какая, конечно, торговля, ну если достаточно консервативная, то от 3 до 10 процентов в месяц. В день вот кто-то хочет 100 миллионов тысяч процентов. Нет, мы здесь пишем в месяц. Вы пишете для себя. Что-то мало. Ну, откройте счет побольше. 3 до 10 это да, дотневка. Можно ближе к теме. Так, это в бан однозначно. Итак, это вы пишите для себя. Итак, далее, есть ли у вас возможность торговать выбранное время? Вы должны выбрать для себя время, в которое вы собираетесь торговать, потому что это может быть, вы решили, что будете торговать там с 4 до 6 вечера, а на деле у вас в это время никак не получается, вы в это время работаете, или в это время забираете там ребенка из школы, садика, не знаю, еще что-то. В общем, есть ли у вас возможность торговать выбранное вами время? Если кто-то, если вы, допустим, работаете 16 часов в сутки, то, соответственно, вряд ли вы сумеете торговать интрадей. Это следующее, что вы должны для себя определить. Так, сколько вы готовы потерять в процентах от депозита? То есть, каким потерям, каким просадкам вы готовы? Что это за вопрос, почему он такой? Потому что это, опять же, определяет, какую стратегию вы должны для себя избрать. Если вы готовы потерять там вплоть до 100%, то можно работать и с Мартингейлом, с советниками. Да, если вы готовы потерять там просадку не более 25%, то это уже, соответственно, ручная торговля, как правило, не сильно рискованная. 10% максимальная просадка – это вот, да, это только дневные графики, то есть консервативный money management, потому что интрадей бывают просадки очень сильные, сильнее, чем на дневные графики. Далее, очень интересный вопрос. Здесь вам нужно будет подумать, во что вы верите относительно рынка. Здесь нельзя не затронуть тему типов трейдеров, потому что от того, во что вы верите относительно рынка, очень-очень много зависит. Допустим, вот любители торговать против тренда, да, они считают рынок такой сволочью, у которой единственная цель – это наказать, уничтожить позиции как можно большего числа трейдеров. И они верят, что вот если рынок прошел, там, две-три свечи вверх, то сейчас обязательно будет падение, и падение сильное, чтобы вылезать, чтобы уничтожить позиции как можно больше, большего числа трейдеров. В это верят любители торговать против тренда. Контртрендовики, если их можно так назвать. Любители Ганна, еще сейчас часто называют сектантами, верят в то, что все зависит, все в мире взаимосвязано, играют роль, там, положение планет, углы, наклоны, что цена сходит по определенным траекториям, что все зависит от числа математики, там, ноты даже музыкальные. Тоже играют роль. Вот, любители торговли по объемам, VSA и смежные темы, они верят, что все зависит от крупных игроков, что вот сидят там дядьки узким кругом с миллиардами миллионов, и вот куда они пойдут, туда и надо торговать. И по-другому никак иначе. А вот. Любители автоматизации, автоматизации, тоже они делятся. Есть люди, которые верят, что все дело в алгоритмах, самые главные алгоритмы, то есть, если есть алгоритм, значит, его можно запрограммировать, и самое главное, упереться в этот алгоритм носом и никак с него не сворачивать. Есть среди любителей автоматической торговли много любителей математических расчетов. Это, как правило, поклонники Мартингейлов, сеточников и так далее. Они верят, что все дело в математике. Что если мы все правильно рассчитаем, то мы будем в плюсе. В большем числе, в подавляющем числе случаев. Любители простого технического анализа, они считают, что наоборот, не нужно все усложнять, нужно выбрать какой-то простой триггер, да, там буквально пара скользящих средних, какие-то пара сетапов, пара фигур, и можно торговать. Любители, любители, скажем так, как предназвать эту теорию, линия наименьшего сопротивления, наверное, так, верят, что нужны триггеры, что рынок идет всегда либо вверх, либо вниз, да, и нужны определенные триггеры для того, чтобы понять, какой рынок, в какой момент рынок пересекает ту грань, после которой ему становится легче падать, чем расти, либо наоборот. Вот, и, соответственно, они собирают те триггеры в виде индикаторов и торгуют таким способом. А во что вы верите, Павел? Я верю в то, что в любой момент у рынка, ну, не в любой момент, но в целом у рынка есть логическое обоснование и нужно понимать, что сейчас происходит. Почему? Что сейчас происходит, то есть происходит сейчас замедление цены, кого сейчас выносят с рынка и какой сейчас тренд. То есть, да, более такой реализм. И я понимаю, что логические движения происходят только, ну, в моем понимании, на уровнях. на уровнях поддержки, сопротивления. На, не на уровнях. Я не стремлюсь понять рынок, потому что для меня это между уровней, все, что между уровней, это хаос. А уровни для меня это точки разума, точки опоры, скажем так. Да. И вот, таким образом вы должны написать, вы должны для себя определить, во что вы верите относительно рынка. К какому типу трейдеров вы относитесь. Да, и вот-то еще есть люди, которые верят, что рынок может дать совсем чуть прибыли, но много не может дать. Инвесторы, вот о которых мы уже говорили, они наоборот верят, что есть глобальные тренды и нужно упереться в глобальный тренд и за него держаться. Так, судя по чату, меня никто абсолютно не слушает. у нас сейчас 1027 человек и всем абсолютно все равно. Поэтому переходим к следующему пункту. Итак, выпиши, да. Теперь еще один важный пункт. Предыдущий пункт, напоминаю, вам нужно было написать, во что вы верите относительно рынка. Далее, вам нужно определиться с тем, что вспомнить, не определиться, а вспомнить, если вы, конечно, не совсем новичок, если вы уже перепробовали какое-то количество стратегий, какое-то количество подходов, причем разных, не, грубо говоря, там только индикаторные стратегии, а именно разные подходы, а поделиться, да, есть фундаментальщики еще, которые верят, что все зависит от политиков, от монетарной политики центробанков и так далее. Вам нужно вспомнить, что у вас лучше всего получалось, то есть при использовании каких стратегий или автоматического подхода у вас были лучше всего результаты, когда у вас были лучше всего результаты, то есть что это может быть, возможно, у вас абсолютно не получается торговать вручную, а какие-то пару роботов кинули, они на себе тихонько зарабатывали, но вам показалось, что мало, нету ста-пятьсот процентов, нету трехсот процентов в один месяц, значит, это не то. То есть просто не то, что вам больше всего нравилось, вот вы считаете, что надо торговать исключительно на М1, а именно что у вас лучше всего получалось, какие были результаты лучше всего. да, вот пишут торговля по интуиции, по интуиции вы можете торговать, когда вы торговали года три на рынке, тогда да. А если новичок, значит, вам задача протестировать на себе, на практике как можно большее число разноплановых стратегий, не брать все стратегии по индикаторам, да, а протестировать на себе, попробовать индикаторные стратегии, торговлю по уровням, по прайс-экшен, VSA, там, автоматическую торговлю, причем как простыми советниками, так и на Мартингейле, на разных таймфреймах попробовать, где у вас лучше всего получало, и где у вас лучше всего будут результаты, на это вам стоит обратить внимание. Куча времени, да не так уж и куча, там, буквально пара месяцев можно перепробовать очень много стратегий, тем более на автоматических советниках, там, кинул на график, и все, и ничего не делаешь. Итак, этот пункт понятен? Понятен? Слава богу. На истории нет, на истории это не то. на практике. Хотя бы демо. Лучше реал, конечно, но я не могу вам сказать, что вот прям киньте тысячу долларов и срочно открываете миллион сделок. Ну, центовый счет вполне себе. Там, ну, потеряете там 20-30 долларов, да и фиг с ним. А вот, потому что все-таки реал, даже центовик отличается от демо по ощущениям сильно. Итак, вы пишите далее свои слабые и сильные стороны. Причем над этим вопросом нужно подумать и ответить честно. Вот, некоторые люди импульсивные, некоторые не могут следовать правилам в принципе. Вот, перфекционисты, для них все должно быть идеально, должно быть 100% прибыльно, сделок. Если система не дает 100% приведенных сделок, значит, она никудышная. А если, скажем так, нету миллиардов прибыли, процентов прибыли, значит, все, форекс, лохотрон. Вот, вы пишите свои слабые и сильные стороны. Даже не слабые, сильные, а просто вообще. Ваши, как бы так сказать, характеристики. Вот, знаете, как в играх бывает выбор персонажа, да, и там характеристики сила, ловкость, не знаю, быстрота, скорость, вот, и у разных персонажей они отличаются. Вот. И также и вам следует выписать свои характеристики. То есть, что вы, умеете ли вы следовать правилам, умеете ли вы сосредоточенно, скажем, там, сидеть по несколько часов, или вы понимаете, что вы не можете сосредотачиваться долго, да, соответственно, тогда для вас лучше дневные играхки будут подходить, чем м1, допустим. вот, есть, насколько развита ваша жадность, насколько развит у вас страх потерь, у многих страх потерь очень высок, причем, даже если суммы какие-то совсем незначительные, но все равно люди не могут потерять, позволить себе потерять даже там какую-то копейку. Вот, ну, здесь нужно подумать над этим вопросом. Итак, в чате у нас опять пошел беспредел, значит, следует двигаться дальше. Сейчас, да, еще один интересный момент по поводу стратегии. Да, и после того, как вы выбрали, ответили на эти вопросы, просмотрев, просмотрев свои ответы на эти вопросы, для вас уже сформируется какой-то образ общей стратегии, которую вы, вам следует использовать. То есть, стратегия, которая подходит именно вам. А именно, соответственно, сколько времени вы готовы длить на трейдинг? Тут все понятно, это выбор таймфрейма. Сколько хотите зарабатывать в процентах? Здесь выбор между рискованными и не очень подходами. Ну, соответственно, если у вас консервативный риск, то никакой советник на мартингеле естественно отечествовать не может. Если у вас возможность торговать выбранное время, здесь, потому что вы, может быть, готовы выделить 5 часов, но у вас их нет. Сколько вы готовы потерять? Это риск менеджмент. Во что вы верите относительно рынка? Здесь, опять же, вам подсказка о стратегии, которую вам следует применять. Что у вас лучше всего получалось? Еще одна подсказка. Ну, и напишите свои слабые и сильные стороны. Это тоже, опять же, ключ к выбору стратегии. Так, двигаемся дальше. Еще один интересный момент это иллюзии. Ну, вот, самая частая такая иллюзия, что торговать на дневных графиках, чтобы торговать на дневных графиках, нужен большой депозит. Вот у кого есть такие, такое, что вы думаете, что чтобы торговать на дневных графиках, нужен огромный депозит. Да, я так думаю. Ну, вот многие так думают, я знаю. Ну, это бред полный, во-первых. Во-первых, есть центовики, если у вас совсем там малый, мало денег, да. Во-вторых, здесь просто торгуете меньшим лотом, чем вы бы торговали на, скажем, M1. Да, и все. 500-700 баксов вполне достаточно для лота 001. Вот, правильно пишут. Вот, поэтому это полная неправда. Вот, 15 долларов на D1, ну, если центовик, то да. Вот, еще одна такая иллюзия, это то, что дневные графики там нужно быть каким-то, будут какие-то огромнейшие просадки по деньгам. Ничего там не будет, просто меньше лот, и все. Мы рассчитываем просадку суммарную в пунктах и высчитываем в соответствии с этим, каким процентом, каким лотом нас следует торговать. Еще один интересный момент, который мало кто знает, но который действительно так, и для меня это было шоком, когда года 3-4 назад я об этом узнал впервые. Средняя прибыль в пунктах, в пунктах, на дневных графиках на H4, на H1 и вплоть до M15 примерно равна, нет, M15 нет, где-то H1, H4 и D1 примерно равна в пунктах. Вот кто сейчас думает, что я сказал, вообще это бред, не бывает такого, это неправильно. у людей, есть такое, что, ну вот вы посчитайте, вы посчитайте, вот просто возьмите себе, возьмите стратегию на H1, стратегию на H4, на D1, прогоните в тестере, и вы увидите, что примерно прибыль в пунктах равна. есть у новичков даже на дневках чуть больше, правильно, и есть, ну есть у новичков, что если я работаю, это точнее не то, что у новичков, это логика человека, который долго работал на дядю. Вот, если я работаю больше, то я получу больше, дольше, то я получу больше денег. это такая логика, которая сидит глубоко в мозгу, вот у нас была сейчас на сайте статья, я писал жестокая правда о работе на Форекс, там вот как раз рассказывалось, что люди думают, что вот, если я просидел 4 часа за графиками, то я обязан заработать, как будто мне кто-то обязан заплатить, никто вам не обязан. Вот, примерно, количество пунктов равно на h1, на h4, на d1. То есть, хоть вы проверяете графики каждый час, не спите, просыпаете среди ночи каждый час, там вообще все на нервах, хоть вы 10-15 минут в день торгуете, результат вполне может быть одинаковым. Вот так, да. Источник. Какой я вам говорю, возьмите 3 стратегии, проверьте на себе. Я сам проверял, сам этот факт обнаружил, и для меня вот это было шоком. Потому что лет 5 назад я еще считал, что нужно все-таки на более низких тайм приемах торговать, чтобы больше зарабатывать. Это полный бред. Такого нет. Еще есть иллюзия такая, вот на m15 там уже, ну, в силу технических причин, просто меньше прибыли в пунктах. вот там просто торговать нужно большим лотом, чтобы была одинаковая прибыль, как на D1. То есть, фактически, в целом, чтобы торговать на m15, чтобы заработать те же деньги на m15, как на D1, вам нужно приложить намного больше усилий. Вот и так. Вот так. Входов очень мало, а какая разница? Вам что, хочется заплатить побольше спреда брокеру? Вы беспокоитесь, что менеджерам, не знаю, Forex4U будет нечего кушать? Что они такие бедные и несчастные и в этом месяце не увеличат зарплату вдвое? Вы об этом беспокоитесь? Вот кому интересно, у меня на дневных графиках входов в неделю штук 5, и мне этого вполне хватает. Вот кто-то 200 пунктов на флейте в день скальпирует. Ну, удачи. Итак, да, по иллюзиям мы достаточно поговорили. А давайте еще напишем, у кого есть, какие, кто во что верит относительно торговли внутри дня. Так, наверное, вопрос сложный. Наверное, скажем так, какой вы считаете таймфрейм наиболее прибыльным и почему? Какой вы считаете таймфрейм наиболее прибыльным и почему? И давайте об этом поговорим, потому что мне так будет проще. Так. Ну и что, ни одного по делу в комментариях не просто М5 и М15, а почему? М30 видно уровнях. Ну, их везде видно. H1 меньше шума. D1 еще меньше шума. M1 на Мартингеле. Хорошо. Точный сигнал. 3 экрана Элдера. Так. Ну, похоже. H1, понятно, VSA. А здесь да, да, VSA. Там от M15 до H1 где-то так. Дальше уже там мало что видно. Это действительно так. Здесь иллюзий, так сказать, нет. Так, TS победы M1 опять. Так, D1 уже мы поговорили. Да, понятно, чище график, проще торговать. H1, H1, WSA. Ну, H4 там не очень видно, но возможно. H1, H4 иллюзия быстрой прибыли. Да, здесь есть такая иллюзия, что вот я сейчас буду, сяду за минутки и наторгую кучу денег. Так, начальство черча развороты. это вам так кажется. Развороты видны вполне себе и в том числе и на D1, и на H4 тоже. M15 больше сигналов, а вот вы проверите, прогоните в тестере свою стратегию на M15 и найдите какую-нибудь прибыльную стратегию на D1 и прогоните в тестере и результат вас удивит. стопы на D1 минимум 50 пунктов. Ну и что, ну поставьте лот поменьше. Так, я не смотрю недельный таймфрейм. Иногда, редко. Новости страшные. А что вам новости? Что новости? На новостях сейчас торговать практически нигде невозможно. И вообще не ниже аж 1 рулетка не совсем. Итак, ну в общем понятно, адекватные какие-то комментарии закончились, пошло что-то не то, двигаемся дальше. Значит, по иллюзиям остановимся. Так, дальше. очень важный момент это уверенность в стратегии. Почему? Есть такое большое большая такая неприятность, когда человек мы уже говорили о замкнутом круге трейдера, берет стратегию какую-то находит, тестирует вроде бы профитное, начинает торговать три стоплоса подряд, стратегию в топку, ищет новую, нужно возложить чувство вины на брокера, на рынок, на того, кто выложил стратегию, неважно. Вот, чувство вины и затем новая стратегия. Опять три стопа и все по кругу. Это все понятно. Как же обрести уверенность в стратегии, чтобы избавиться от этого замкнутого круга трейдера и быть уверенным в том, что даже когда идет полоса полоса убыточных сделок, что бывает в любой стратегии, это нормально, чтобы не забросить ее. И даже если знаешь, что, причем да, уйти с момент, что даже если знаешь, что стратегия твоя хорошая, но как только начинается полоса убытков, начинают лезть мысли. А что если все-таки стратегия не очень хорошая, или перестала работать, а что если мне сейчас лучше стоит найти какую-то стратегию получше и так далее. Такие мысли могут быть, как с ними стоит бороться, не то, чтобы, скажем так, как сделать так, чтобы их не было. Так, первое, первое, что у вас должно быть, это подстройка стратегии под себя. то есть вы должны что-то изменить в стратегии. Вы нашли такую-то стратегию, вы должны в ней что-то изменить для того, чтобы она соответствовала вашим именно желаниям, вашему взгляду на рынок, вашим, так сказать, ценностям, скажем так. Ну, допустим, есть стратегии прописано, что если нет там движения после пяти свечей, да, пять свечей, вы вошли в сделку, пять свечей и нету движения, выходите, есть такое правило. Вы сделаете для себя, может, вам кажется, что это неправильно, вам кажется, что стоит там выходить на одну свечу раньше, да, или, допустим, стоп-лост стратегии 30 пунктов вы хотите сделать 50. Ну, неважно, почему, вот вам кажется, что так будет лучше. Вот, для себя и нужно это сделать. Причем, вполне возможно, что если кто-то не вы, а вы потому что будете пристрастным, а кто-то беспристрастный протестирует эту стратегию со стопом 30 пунктов и со стопом 50, и окажется, что на самом деле все-таки стоп 30 лучше, но для вас будет лучше стоп 50, именно для вас. потому что это будет соответствовать вашим желаниям, вашему видению рынка. Вы психологически можете, даже если будете тестировать стратегию, вы психологически не будете, скажем так, видеть минусов своего решения. Вы психологически будете ставить такую, как бы сказать, заслонку на глаза, для того, чтобы не видеть того, что вы не правы. Так, даже если вы в итоге не правы с этими изменениями, которые вы хотите внести в стратегию, их вносить нужно. Павел, сколько бабла приносит инфобизнес? Я ни разу никому ничего не продал, не продаю. Итак, кто сейчас понял, что я сказал? Никто не понял. Ну, ладно. Двигаем. А, нет, пошли плюсики. Ну, слава богу, а то в чате порой такой бред, что кажется, что надо звонить скоро. Далее, следующий шаг. Как я уже сказал, вы должны построить стратегию под себя. Следующий шаг это тестирование. То есть, вы должны протестировать стратегию на достаточном промежутке времени, достаточно долгом. Если дневные графики, то года три. Если соответственно внутри дня торговля, то хотя бы месяца три, я имею в виду на истории, протестировать стратегию и убедиться в том, что статистически она прибыльна. То есть, в целом она дает прибыль. У вас должно быть это понимание, потому что если вы не просто берете стратегию, потому что кто-то написал, что она хорошая и начинаете по ней торговать, то ничего хорошего из этого не будет, потому что опять же у вас нет уверенности. Происходят те же самые три стопа подряд и все. Да, на тестере. Это и сейчас речь про тестер стратегии, ну либо на истории, кому как нравится. Кому как удобнее. А вот прямо на ненавигатках там в тестере особо нужны нет, можно и так посмотреть, на M15 конечно нужен тестер. Тестер у нас есть на сайте штуки три, точно, и есть стандартный тестер. Поэтому вам нужно тестирование для понимания общего того, что стратегия в целом прибыльна. Далее, что вам необходимо, это понимание статистики и вероятностей, то есть не то, что в целом прибыльное, в целом все хорошо, а именно понимание статистики и вероятности того, что будет, скажем, три стопа подряд, те же самые, пять стопа подряд, вероятность того, что будет там десять профитных сделать подряд. вам нужно это понимать, потому что даже если вы подбрасываете монетку, которая нехорошая, неплохая, просто монетка, да, у нее есть две стороны, орел и решка, будут серии, будут, если вы ее подбрасываете сто раз, то будут серии, когда выпадает, скажем, орел пять раз подряд. Причем это не значит, что монетка плохая, или вы плохо подбрасываете, или влияет на то, как монетка упадет, влияет положение планет, или там еще что-то. Это просто случайность. Монетка вполне себе может выпасть пять раз подряд орел. Это абсолютно нормально. Так, ну что ж, похоже, придется чат отключить. поэтому вам нужно понимать, что вполне себе могут быть ситуации, когда у вас идут подряд так, отключил чат, когда у вас идут подряд убыточные сделки, и это не потому, что стратегия плохая, или злые маркетмейкеры вычислили ваш номер счета, и теперь ведут охоту исключительно на ваши 100 долларов. Вот им больше заняться нечем. И это не так, не потому, что там планеты стали неровно, или там еще что-то, или погода плохая, а просто потому, что ну вот так случайно и что. Вам нужно понимать, что какие бывают вероятности в вашей стратегии, что может быть, чего не может быть, и соответственно в соответствии с этим оценивать реальность. То есть когда у вас происходят пять сделок подряд убыточных, вы будете спокойны, да, если это происходит, потому что вы знаете, что это может произойти. Поэтому важно понимание статистики и вероятности как прибыли, так и убытков. Далее. Следующий этап по обретению уверенности в стратегии это торговля на демо. Вот хотя и есть, да, и я говорю тоже, что реал отличается от демо, но самое-самое первое, что вы должны сделать, когда вы только стратегию, как говорится, для себя подобрали, поделили, причем не важно, вы новичок или нет, даже если сильно не новичок и причем с деньгами проблем нет, попробуйте на демо, потому что вы будете более беспристрастным торговлей на демо. Это первичное тестирование после, естественно, подстройки под себя, после тестов на истории, после понимания статистики вероятности вы торгуете на демо. Ну, если дневные графики, то пара месяцев, хотя бы месяц, если это м1, то м15 и так далее, то недели две-три. Вот, если вы торгуете на демо и все хорошо, все устраивает, все нормально, то переходите на маленький реал. Маленький в каком смысле? Для кого-то 500 долларов маленький реал, для кого-то это центовый счет, долларов сто не знаю, для кого-то вообще 20. вот, то есть небольшой именно для вас в вашем понятии реал, реальный счет, то есть где на вас уже воздействуют эмоции, но не так сильно, как на крупном реале. Вот, здесь вы опять же торгуете примерно столько же, как сколько на демо, может быть чуть больше, все-таки здесь уже эмоции влияют, а затем переход на основной реальный счет, ну, то есть уже с той суммы, с которой вы планируете в целом работать вообще. Опять же, для разных людей она может быть разной. А дальше, чего вам следует добиться, на что следует обращать внимание, это вход в поток, вход в зону. Вот, знает, что такое понятие трейдинг в зоне. Я сейчас не говорю про тюрьму, а есть такая книга. Зональный трейдинг, трейдинг в зоне. Кто в курсе, о чем я веду? Это состояние потока. Вот, многие читали, это хорошо. Ну, если в двух словах, то это состояние, когда какой-то профи что-то делает. Ну, допустим, спортсмен, легкоатлет, бежит кросс, да, или прыгает в шестом, или, не знаю, таксист, который 10 лет весь город исколесил, все знает, все и всех, любой номер дома, ему скажи, он привезет. Вот. То есть, состояние полной уверенности, расслабленности, но в то же время и состояние чуткости, когда да, тот же таксист, он среагирует, если там вылетит навстречу, не знаю, КамАЗ, он среагирует, успеет свернуть и так далее. Вот такое состояние. вам его следует пытаться достичь, для того, чтобы стать со стратегией, как говорится, единым целым, чтобы она для вас была как старый какой-то вязанный свитер, который выносите там уже много лет. Зона комфорта, именно. Но вы не должны быть расслаблены, вы должны сохранить при этом чуткость, чтобы, как характеризовать это состояние именно по пунктам. Во-первых, вы физически и ментально расслаблены, но не спите, естественно. Вот, просто спокойно расстояние, ну, как если бы вы гуляли по лесу, причем лес вы видите не в первый раз, а возле дома вы его знаете там пять лет, и не волнуйтесь спокойно абсолютно. Но при этом вы внимательно чутки, да, то есть, если вдруг из леса выбежит маньяк, то вы не будете стоять как копаны на месте, не знаю, убежить, как минимум. Вот. А вы спокойны, то есть, у вас нету какого-то состояния нервного, какого-то нервозного. А у вас все под контролем, то есть, вы ощущаете, что у вас все под контролем. Когда вы не переживаете, что вот сейчас что-то случится, и все, хана, вы понимаете, что вы все контролируете, вы в любой момент можете открыть, закрыть сделку, перенести без убыток и так далее. Вот. Причем вы при этом следите за рынком, вы понимаете, что он у вас не под контролем, но у вас под контролем открытия и закрытия позиций. вы энергичны, то есть, не чувствуете какой-то усталости, сонливости, что вот-вот глаза закроются там, да. Если у вас, если вы устали, вообще заторговать не стоит, в принципе, в этот день. Если вы, или вы там болеете, допустим. То есть, у вас состояние энергичное, не усталое, при этом вы еще один момент, позитивны, то есть, у вас нету такого состояния, которое, вот, бывает, что все потеряно, вот, если сейчас эта сделка не закроется в прибыль, значит, я все солью и закрою терминал и напишу в любимом ВКонтакте, что Форекс лохотрон. Унылое говно, вот именно. Да, то есть, у вас нету состояния подавленности, нету состояния такого, что ну, ну, вот, еще один стоп-лок, ну, все, сейчас открою лот побольше и если уж не будет плюс, значит, все, значит, все это развод. А вы сфокусированы, вы должны быть сфокусированы, а что это обозначает? То есть, вы не отвлекаетесь, там, не играете одновременно, там, в онлайн-игру и торгуете на М1. Да, ну, это не совсем правильно. Да, вы можете просто заиграться, там, и остроты, а позиция куда-нибудь убежит, не в ту сторону. Вот. Вы уверены, как об обоплесении чувства уверенности мы уже вот сейчас говорим довольно долго, вы уверены, то есть, вы видите, ну, сработал стоп-лосс, ну, и что? ну, сработал, ну да, ну, нормально. Раз сработал, значит, все правильно. Для того мы их и ставим, чтобы они срабатывали, да? Вот, то есть, у вас чувство уверенности, а вы беззаботные, то есть, вы не сидите запаренный, блин, надо 100 долларов заработать, зато кредит платить, иначе машину заберут, или там, не знаю, компьютер заберут, купили, да, купили компьютер кредит, чтобы торговать на форекс, и вот пытаетесь заработать на первую, на второй, там, взнос, третий взнос, и вы знаете, что если сейчас не заработать 100 долларов, все, завтра компьютер заберут, придут из банка и вынесут, вот, то есть, вы должны быть беззаботными, если вы запаренные чем-то, там, жена рожает, не знаю, теща приехала, сын, перед двоечник, перебил всех там в классе, переколошматил, всем насы сломал, вот, завтра идти к директору, да, в общем, если вы запарены чем-то, какие-то у вас чересчур там проблемы, не знаю, или у вас там большой бизнес, у вас там украли 5 фур с цементом, то лезть на рынок не стоит, у вас должно быть состояние беззаботности, ну, как минимум, а забота у нас всегда есть, хоть маленький, но есть, для кого-то это слишком много сообщений ВКонтакте, кто-то там не успевает проходить игры, у кого-то слишком мало времени для, не знаю, посмотреть любимый сериал, ну, в общем, забота есть всегда, но вы не должны быть чересчур запарены, вы должны быть относительно беззаботны, и последнее, последнее, что характеризует состояние, когда вы в потоке, когда вы в зоне, это то, что вы действуете словно на автомате, то есть, вы, конечно, да, думаете, понятное дело, думаете, что здесь, вот как сейчас войти, оцениваете, проводите анализ, но при этом вы на автомате, полуавтоматически, скажем так, то есть, вы видите что-то, ситуацию, которую вы уже знаете, вы автоматически, да, набитая рука, вот правильно говорят, правильно пишут, набитая рука у вас должна быть, скажем так, вот, если рабочий работает на станке, да, и вдруг видит, что там резец сточился, да, он, что он сделает, он не будет пугаться, о боже, что делать, а он будет, не будет там паниковать, не будет там пытаться тупым резцом работать, он просто спокойно остановит станок, сменит резец, будет работать дальше, точно так же с трейдингом, сработал стоп-лосс, открыли, закрыли сделку, закрылась сделка, открыли новую, ну и все, все нормально, вот, то есть, при этом он не думает, что делать, если у самого, если затупился резец, он не думает, что делать, не бежит там спрашивать на форумах у начальника, не знаю, у друзей, что делать, чтобы делать, как быть, он знает, что если какая-то деталь вышла из строя, он ее заменит, и все, и продолжит работать дальше, если, скажем там, не знаю, включилось электричество, да, значит сейчас, через 5 минут включится земный аккумулятор, ну если какое-то там, более-менее крупное предприятие, вот, и он продолжит работу, он знает, что отключилось электричество, на всякий случай отожмет кнопку включения станка и продолжит работу через 5 минут, вот, то есть, такое полуавтоматическое состояние, вы должны знать, что вы будете делать, если произойдет то-то, 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 а вот, далее, это по состоянию уверенности в стратегии, все, что я сейчас рассказывал во время текущего слайда, понятно, что я рассказывал, или вообще ересь, пошли плюсики, отлично, так, значит двигаемся, дальше. Еще один момент, это погоня за лучшим, то есть, вы выбрали, определили для себя подходящую стратегию, протестировали ее, уверены в ней, что да, она работает, да, этот подход работает, это для меня, я это могу делать, у меня есть возможности, время и так далее, но появляется новая стратегия, где-то у нас на сайт, там, на нашем форуме, еще где-то, и там кто-то пишет, да я такой стратегии два года ждал, вот, сейчас открыл первую сделку, уже сто пятьсот пунктов прибыли, блин, пацаны, это тема, спасибо, топик стартеру, все, сейчас озолотимся, и вы видите такие сообщения, думаете, ну все, блин, надо, надо эту стратегию брать, надо, что делать, соответственно, и вы ходите по кругу, таким образом, начинаете тестировать эту стратегию, забросили старую, потом появилось еще что-то, наткнулись там где-то еще на что-то нереально, а вот кто-то там в чате написал, что нужно оценивать ситуацию по опционным уровням, ну все, ну опционы круто, о, да, 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 ну все, сейчас начну и пойдет, пойдет, сто пятьсот миллионов будет, вот, а в результате, да, вы скачете, вы скачете, а по стратегиям, нигде толком ничего не добиваетесь, опять же, те самые три стопа подряд, начинаете думать, а вдруг что-нибудь лучше есть, и ни к чему хорошему это не приводит, так как же избежать погони за лучшим? Здесь хорошо характеризуют, а характеризуют это, пример с любимым человеком, вот я уверен, что у вас, да, там, муж, жена, там, спутник жизни, ну, не мисс вселенная, да, или там, не Арнольд Шварценеггер, не какой-то там накачанный мачо, если вы девушка, да, не, там, кто там сейчас популярный, вот, в общем, не супер-пупер, красавица или красавец, правильно? Ну, хорошо, у кого, у кого, мисс вселенная, или мистер вселенная, можете поставить в чат плюсики, мы за вас порадуемся. Так, пошли, пошли много плюсиков, ну, что ж, мисс вселенную выбирают в году одну, а плюсиков у нас в чате уже лет на 50, хватило, ну, поздравляю, вот, и так, у многих, да, соответственно, у спутников жизни не идеальные качества, вот, но вы же из-за этого не разводитесь, да, не бросаете свою девушку, своего парня, своего, там, спутника жизни, только из-за того, что у него есть какие-то недостатки, не супер он какой-то там красивый, не супер там умный, не супер накачанный, правильно? Вот, вы просто принимаете его недостатки, понимаете, что он не идеален, и с этим живете. Точно так же и со стратегией. Если вы нашли какую-то подходящую, прибыльную, и вы по ней работаете, зарабатываете деньги, то 200, ну, не 207 раз подумайте, перед тем, как менять ее на что-то другое. Да, подумайте, что будет сейчас вам предстоит развод, дележь имущество, походы к нотариусу, и так далее, куча бумажек, нервотрепка, и так далее. Подумайте, стоит ли вам менять шило на мыло, что может вполне оказаться. Если ваша стратегия прибыльная, и приносит деньги, и она вам подходит, вы в ней уверены, и чувствуете себя при торговле в ней, в своей тарелке, то подумайте, стоит ли вам с ней разводиться. Что за реклама, жен, вот тот рассерженный? Ну, выберите себе кончиту, если вы поклонник нетрадиционных форм красоты. Итак, как избежать погони за лучшим? Думаю, понятно. Представьте, что вы женаты на стратегии. Ну, если она стала бить вас сковородкой, приносить убытки, если она вам выносит мозг, то есть вы не чувствуете себя комфортно с ней при торговле этой стратегии, если она изменяет вам, да, скажем, работает хорошо у кого-то еще, а у вас не работает, то подумайте, скорее всего, вам нужно развестись. Как говорится, семь раз отмерь, но один раз отрежь. Поэтому, если у вас с женой не ладятся, нужно развестись. И со стратегией нужно покончить, взять другую. Вот кто-то пишет, Паша еще нет восемнадцати. Все верно, мне пятнадцать лет. Итак, как избежать погони за лучшим, понятно? Всегда сравнивайте, что стратегия это ваша жена, девушка, парень, муж. И если стоит ли на ней жениться, выходить замуж, либо же стоит развестись. Так, ну хорошо. Замечательно. Двигаемся дальше. Еще один интересный момент, особенно это относится к тем, кто не просто берет стратегию и, скажем так, в нее верит всецело, да? Нашли стратегию на форуме и всецело в нее верите. А к тем, это относится к тем, кто изменяет стратегию, улучшает ее, вносит какие-то изменения. Ну, допустим, у меня вот был такой пример. Я торговал примерно полтора года на H4, очень давно, и сам разрабатывал стратегию и очень часто в нее вносил изменения. Причем изменения по времени, что не держать сделку дольше N-свечей, выходить перед открытием Америки, если что там было, если хвост больше чем 200 пунктов, то не брать такую сделку, а если свеча меньше N пунктов, то не входить, если что-то добавил, какие-то индикаторы, какой-то индикатор показывает какое-то значение то входить и так далее. В общем, вы улучшаете стратегию до такой степени, что в ней появляется очень много условий. У кого было такое, может быть, сейчас есть такое, что у вас есть стратегия, и вы очень много в нее всего добавляете, кучу индикаторов, кучу условий, кучу каких-то если так, то мы будем так. И вы может быть записываете ее, и получается, что у вас длинный такой список. Да, вы распечатываете примеры на графиках, что вот если такая ситуация, значит делать то-то, 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 и у вас получается в итоге не стратегия, а карточный домик. Казалось бы, вы пытаетесь сделать точнее, вы пытаетесь думаете, что вот сейчас если будет побольше индикаторов, или там условий, то входы будут точнее, входы будут лучше, но, но, в итоге у вас получается, вы хотите сделать какой-то тадж-махал, да, огромный дворец, но, вы, на самом деле, вы делаете карточный домик. Как мы понимаем, как мы знаем, думаю, ну, все это слышали, рынок постоянно меняется, но, он меня, да, он меняется, но, как бы это сказать, если сравнивать с человеком, то он меняет, не знаю, с женщиной, макияж, прическу, одежду, там, туфли, может сделать пластическую операцию, вылечить грудь, но внутри это тот же самый человек, вот, и с рынком, у него не меняется основа, но меняются, скажем так, мелочные факторы, и ваш карточный домик от малейшего изменения, от малейшего ветра, который может подуть в любую минуту, просто рассыпется. Вот у меня было такое, да, я улучшал стратегию, добавлял кучу условий, кучу паттернов, огромное количество, причем проверял все на истории, казалось бы, что, да, с этим действительно лучше, если там миллион условий, туда действительно точные входы, но дело в том, что история не меняется, а рынок в реальности меняется, и если вы протестируете стратегию там спустя год, то она уже не работает на новой истории. Вот, постоянно свою стратегию модернизирую, это не очень тоже хороший подход, то есть вы все время строите карточный домик. Малейшая смена рынка и он рассыпается. Поэтому, что должно быть? Должно быть у вас не карточный домик, а скала. Пусть она некрасивая, пусть она не элегантная, не идеальная, но она сильная. Карточный домик, что домик, ветер подул, дождик пошел и все. Карточный домик ваш рассыпался. Со скалой дождь, снег, прическа остается безупречной, как в старой рекламе. ей все равно, скале, наводнение, не знаю, ледниковый период. Все просто. Ей, ну, может быть, какой-то там камешек упадет, да, там, осыпется где-то галька, ну, то есть, если сравнивать с трейдингом, сработают какие-то стоп-лоусы там, ну, и что? У вас должна быть стратегия достаточно простая, не имеющая какого-то нереального количества условий, но при этом проверенная на истории, да, опять же, на реале, подходящая вам и в целом прибыльная. Вот, ну, все то, о чем мы говорили далее. Поэтому, поэтому не стремитесь переусложнять. Да, ну, вот у многих есть еще такая иллюзия, что если сложная, то должно быть прибыльная, потому что это требует больше работы, больше усилий по анализу, по тестированию. Если я сейчас нафигачу кучу там всего, то будет нереально круто. Причем еще такие люди, что интересно, которые там совмещают десятки стратегий, сами, может быть, даже программируют какие-то индикаторы, высчитывают там фазы луны, совмещают их с этапами Price Action, там получают в итоге ряд условий, которые, когда они распечатывают там на 304, они редко делятся такими стратегиями на форумах. Почему? Потому что они думают, что они гениальны. Они, может быть, этого не говорят другим, но про себя думают. Ну вот, все, теперь я, я чертов гений. Сейчас, теперь про меня, потом позже напишут книги, снимут фильмы, там, «Волкс Уолл-стрит», там и так далее. Наверное, у меня будут брать интервью, все будут спрашивать, какой же его секрет, в чем же его секрет, а я буду только загадочно улыбаться. Вот, потому что я создал самую сложную стратегию в мире. Вот еще в фильмах такое бывает. Драматизируют, там, показывают какую-то гений, заперся в комнате, там, какие-то нереально сложные формулы вывел, там, и заработал, там, миллионы миллиардов. А вот, а, на самом деле, чем проще, а не тем лучше, но должно быть достаточно просто. Вот, Майлз Дэвис, такой известный джазовый трубач, самый известный, наверное, он всегда говорил, что пытается, когда прислушивает свои записи музыкальные, он ищет, что из них можно убрать. Не что добавить, а что из них можно убрать. Что из композиции можно убрать. Вот так же и порой со стратегиями. Иногда нужно не искать, что нужно добавить, а посмотреть, возможно, вам нужно какой-то индикатор или какое-то условие убрать из своей стратегии. что ж, на этом у нас на сегодня, я думаю, все. Если в целом суммировать, в целом суммировать, нету какого-то такого закона, что вот стратегии пуганно работают, все остальное фигня, такого условия нет. Любая стратегия, предложенная стратегия при, ну, естественно, проведенная, в целом прибыльная, может быть полезной и работать для вас. Вы должны вначале определить, какому, какому типу трейдинга вы себя относите, чем вы хотите заниматься. Интродейн, скальпинг, свинтрейдинг, дневные графики, инвестор, советники, ответить на ряд вопросов, сколько времени вы готовы выделить на трейдинг, сколько хотите зарабатывать, если у вас возможность торговать в выбранное время, сколько вы готовы терять, во что вы верите относительно рынка, что у вас лучше всего получалось, получается, выпишите, выписать свои самые слабые и сильные стороны, свои характеристики в отношении трейдинга. Чаще всего оказывается, что вам подходит то, что лучше всего получается, а не то, что вам кажется лучшим. Проработать свои иллюзии относительно рынка, попробовать и сделать выбор из стратегии для себя, обрести уверенность стратегии, уверенность стратегии обретается через подстройку под себя, тестирование, понимание статистики вероятностей, работа на демо, маленький реал, потом нормальный реал и состояние потока. Ну, об этом я говорила подробно. Избежать погони за лучшим, представить, что стратегия это ваша жена или муж, стоит ли выходить замуж или жениться, либо же стоит развестись и подумать перед тем, как разводиться и не улучшать стратегию до какой-то бесконечности. Подумайте, что возможно вы строите карточный домик, хотя в идеале у вас должна быть скала нерушимая, которой не страшны ни снег, ни зной, ни дождик проливной. Итак, ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Павел. Вебинар был проведен для сайта tradelagerpro.ru До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok